Привет, друзья! Сегодня я хочу проверить одну очень интересную мысль, которая уже давно сидит в моей голове. А именно, можно ли использовать Кока-Колу в качестве флюса для пайки? Ни для кого не секрет, что в Кока-Коле содержится ортофосфорная кислота, она даже указана в составе на этикетке. Именно поэтому у Кока-Колы так хорошо отмываются унитазы и вообще любая ржавчина. В Кока-Коле ортофосфорная кислота используется в качестве регулятора кислотности. Другим применением этой кислоты является её использование в качестве флюса для пайки чёрных металлов и нержавеющих сталей. Продается она прямо вот так, в баночке. Возьмём колечко от ключей, которое без сомнений изготовлено из стали, и для чистоты эксперимента попробуем залудить его при помощи канифоли. Канифоль неактивный флюс и не берёт чёрные металлы и различные стальные сплавы. Вы можете видеть, что залудить с её помощью стальное колечко мне не удаётся, как бы я ни пытался. Теперь попробуем флюс на основе ортофосфорной кислоты. И металл лудится очень быстро и вообще без проблем, ведь именно для этого и нужны флюсы. И теперь самое интересное. Кока-кола. Не получается. Видно, как пригорел сахар, но олово не ложится на металл. Первое, что приходит в голову, концентрация кислоты в кока-коле очень низкая, а простейшим способом поднять концентрацию является что? Правильно, выпаривание. Я выпарю лишнюю воду, и по моей задумке концентрация кислоты повысится, но тогда это будет раствор кислоты в сахаре, которого в кока-коле очень много. Ну ладно, посмотрим, что у нас получится. А получилось у меня густючая такая жижа, чёрного причёрного цвета, как нефть или... Ммм, гуталин. Гуталинчик. Угадайте, как оно на вкус? Правильно, как концентрат кока-колы, невероятно сладкий и бесконечно кока-кольный. Кстати, этот гуталин настолько чёрный, что его еле-еле просвечивает фонарик на максимальной яркости, а светит он очень ярко, если вы помните из обзора. Концентрат кока-колы настолько чёрный, что украл у меня мобильник. Пока я пытаюсь залудить чёртово колечко, хочу порекомендовать вам страничку на моём сайте, на которой собраны ссылки на кучу полезных вещей для пайки с Алиэкспресс. Помимо паяльников, фенов и всяких приблуд, вы найдёте там всевозможные провода и штекеры, дешёвую китайскую термоусадку, невероятно дешёвый китайский стекло-тихстолит, расходники для изготовления печатных плат, а также очень хороший китайский припой, которым я пользуюсь уже целый год и супер доволен. Ссылка на страницу в описании под видео. В общем, залудить сталь с помощью концентрата кока-колы мне так и не удалось. Сахара очень много, он моментально пригорает и портит всё на свете. Кстати, он так сильно закоптил мой паяльник, что его не удалось оттереть даже при помощи губки с глицерином. В общем, эксперимент провалился, но я очень рад, что проверил эту идею, и она больше не будет меня преследовать. Спасибо за внимание, всем пока!